Всем привет, с вами Руслан. Сегодня у нас мега распаковка. Вот такая огромная коробища с надписью дно у нас в кадре. Точнее не влазит она в кадр. Здесь у нас находится принтер фирмы Epson. Модель у нас вот такая L1800. Данный принтер у нас формата А3. Был куплен на замену L805, который не отработал даже месяца. К сожалению, я его сдал по гарантии и купил новый. Вот такой огромный. Пойдемся по некоторым пунктам. Начнем с распаковки, потом заправка и включение. Посмотрим, как включается, что вообще из себя представляет, вид и как мы его заправляем. DPI у нас написано вот здесь. 5760 на 1440. Хорошее разрешение. 45 секунд. Это у нас печать фотографии 10 на 15. Здесь у нас ISO. И нам это не надо, в принципе. В комплекте у нас также идут чернила. Не знаю, есть ли там лоток для дисков. Скорее всего нету. Но он мне как бы и не нужен. Но факт остается фактом. Вот такая здоровая бандура. Давайте распакуем на полу. Потому что на стол он явно мне не влезет. Я маленько буду ногами тут мельчищить вот так вот. Так что не обращайте внимания. Здоровая, тяжелая. Еле донес. Скайпи аккуратно вскроем. О, такой вот препарат, аппарат. Ох. Картон деревянный вообще. Здесь у нас какие-то обозначения. Не делайте это, не делайте то. Но мы это делать не собирались, в принципе. Пакет с документацией. Также диск для установки драйверов. Могли флешку положить уже как бы 21 год. 21 век. И у нас все еще диски. Не забывайте, не у всех есть дисководы. Особенно на ноутбуках сейчас на новых дисководах почти нету. А на простых, ну, на нормальных-то есть. А на простых нету. У меня есть пока что. Слава богу, установим. Все высыпалось. Уплотнитель. Комплект. Чернил. 173-й у нас чернила. Вот так они выглядят. Ссылочку на чернила я оставлю. Может быть, кому-то будет полезно. Они на все Эпсины подходят. Чернила пока уберем. Даже отдышаться не могу. Тяжелая собака. От машины пока донес, устал. Где-то у нас... Так, что получается? 4-5 выкинулся. Еще один где-то там должен быть. Доварищи. Качество печати не проверим, к сожалению. Потому что сейчас повезу его на работу. Там буду подключать. Там уже буду печатать. Но дома не получится. Бумаги нету, фотобумаги нету дома. Так бы, конечно, хотелось бы проверить. Убираем сюда. Вот этот пенопласт. И давайте надрывать свой стрелок. Также в комплекте у нас кабель питания. Кабеля для компьютера у нас в комплекте нету. Они на этом экономят. Потому что жадные, жадные. Отдельно покупается вот такой кабель. Стандартный кабель. Со стандартным разъемом. Сейчас я попробую его отсюда достать. И поставить на кромку. Дальше продолжим. Вот такая бандура. Вообще запыхался пока достал. Весит действительно много. Прям тяжелый. Такой внешний вид. Выглядит, кстати, так неплохо. Симпатичный. Единственное, я не вижу здесь Wi-Fi. Наверное, Wi-Fi в нем нету. Придется кабель нацепляться. Но это не факт. Надо почитать инструкцию. Но, возможно, он есть. Здесь я опознавателей Wi-Fi не вижу. И мой любимый пункт. Играет музыка. Вот так распаковали. Еще не до конца. Своё любимое действие я провел. Поотклеил все, что отклеивается. Все, что видимое, также внутри у нас. Нужно обязательно все это отклеить. Иначе может что-то пойти не так. Единственное, что можно не отклеивать, это вон там на банках внизу обмотано. Она нам, в принципе, мешать не будет, я думаю. Вот здесь. Хотя тут какой-то у нас фиксатор есть. Надо бы ту инструкцию пристать. Давайте все-таки отклеим, чтобы оно было. И вот эту пленочку уберем. Вот такая вот бандурина. Огромная на А3 формат. Здесь все двигается. Ержет так. Ходит так приятно. Здесь у нас 6 емкостей. 6 цветов. Там у нас система неправильно подать чернил. Также на 6 цветов, которые были в комплекте. И вот такая вот бандура. Здесь у нас концевик, чтобы не печатали с открытой крышкой. Но это все обманывается, затыкается и вполне печатает. Вот такой вот у нас держатель для бумаги. Даже в кадр не влазит. И лоточек, естественно, также у вас выдвигается. Потому что у вас А3 формат. Сейчас перейдем к заправке. Имеется ручка для переноски. С одной стороны. Это где у нас глухая сторона. С другой стороны, где система неправильно подать чернил. У нас ручка располагается чуть выше. Для удобства переноски. То есть мы поднимаем. И система у нас повисла. Весь тон тяжело так. Нормально. Не знаю сколько. Но так нормально весит. Итак, товарищи, заправка. Компания Epson нас маленько приколола. Все номера у нас одинаковые. Но отличаются у нас буквы. Главное не ошибиться. Все подписано. В БК. Значит, в БК. Все запаковано. Все под вакуумом. Достаточно мало чернил в комплекте идет. Но я думаю, на раз заправить хватит. Хотелось бы, конечно, побольше. Учитывая, что чернила у Epson довольно дорогие. Именно оригинальные, имею в виду. Не копии, а оригинальные. Открываем. БК. Закрываем. Здесь у нас такой носик. БК. БК. Открываем. И аккуратно, чтобы не увазюкаться всему. Вот с такими прикольными звуками заливаем чернила. Открываем. 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 и остальные точно также и Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот заправили Здесь мы наблюдаем уровень Минимальный уровень Его нельзя пропускать Чтобы ниже его ушло Также есть предупреждение, что нельзя пропускать Иначе могут начаться проблемы у нас С пропусками чернил И с полосами Также есть вентиль у нас Для того, чтобы закрыть наши шланги При транспортировке Чтобы у нас не пошли чернила В разные стороны Ничего не перемешалось Надо это закрывать Я оставлю закрытым Сейчас прокачивать его не буду Привезу на месте И уже потом прокачаю И давайте напоследок Первое включение данного агрегата И раз И клавиша питания Все у нас загудело Все пленочки убраны Ничего у нас нету Клоточек поехал Чернила у нас не прокачаны В таком состоянии печатать нельзя Иначе дюзы мы забьем сейчас сразу же Все Он требует прокачки чернил Что чернила у нас кончились И в принципе готов к работе Сейчас перевожу его на точку Запускаю И поехал на печать Очень много наказов Надо очень много напечатать Вам товарищи Огромное спасибо за просмотр С вами был Руслан Подписывайтесь на канал Ставьте лайк этому видео Идем в комментарии Там есть в комментарии В описании Там есть ссылки Проходим Смотрим Покупаем Всем спасибо До новых встреч Пока-пока Продолжение следует...